Сегодня у нас в гостях Михаил Делягин, и мы поговорим с ним, как обычно, о том, как мы будем жить потом, после капитализма. Михаил Геннадьевич, так что же будет дальше? Вы знаете, когда умирает эпоха, надгробный псалом не звучит, и обычно современники этого не замечают. У меня ощущение, что капитализм в определенной степени уже закончился, ведь капитализм это у нас что там? Частная собственность на средства производства. Кредит был в рабовладельческом обществе, и кредитные пирамиды были, по-моему, и в Древнем Риме. А частная собственность на средства производства, как доминанта общественного развития, сейчас доминанта кто? Глобальный бизнес, который действует в масштабах всего мира. И вот в 2008 году, опять с половиной лет назад, вдруг выяснилось, что когда топ-менеджмент корпорации доводит свою глобальную корпорацию до такого состояния, что национальное государство вынуждено скидываться и деньгами своих налогоплательщиков ее поддерживать, все, что могут сделать хозяева этой компании, ее акционеры, с этим топ-менеджментом, это сделать так, чтобы они государственную помощь не выплачивали себе в качестве бонусов, дополнительных вознаграждений, премий. То есть они, конечно, могут еще уволить этих топ-менеджеров и взять других, точно таких же или еще хуже. То есть собственники, владельцы глобальной корпорации не могут ею управлять. Это уже не частная собственность на средства производства, это уже что-то другое. А если посмотреть, а что хотят эти люди, ну, когда у вас есть право, которое вас отняли, вы начинаете за него бороться и его себе возвращаете или не возвращаете. Но вдруг выясняется, что эти люди и не хотят управлять, они не хотят быть собственниками своей частной собственности, они хотят быть пенсионерами своей частной собственности. Они хотят получать доход, они хотят получать рост капитализации, но они, упаси боже, не хотят ей управлять. Когда сейчас отдельный акционер, сейчас там одной фирмы купил акции, вдруг начинает задавать вопросы, спросить, пожалуйста, а зачем вы сделали вот это вот, это вызывает даже не негодование, а искреннее недоумение. Как пенсионер вдруг спрашивает, как управляются его пенсионными деньгами, что за глупость. То есть частная собственность на средства производства существует на уровне семейного бизнеса, на уровне малого, среднего, даже крупного. Но на уровне главного современного вида бизнеса, глобального, этого уже нет. А капитализм, без частной собственности на средства производства, ну, можно обсуждать это социализм или коммунизм или что-то еще, но это точно не капитализм. То есть в определенном смысле мы уже живем после капитализма, совершенно этого не заметив. А Гейлбрид говорил о всевластие топ-менеджмента, он называл это техноструктурой, вообще в конце 60-х годов, описывая с натурой то, что уже было в середине 60-х годов прошлого века. То есть капитализм ушел, уходит. Западники придумали термин смешанное общество, такая же бессмысленца, бессодержательность, как и постиндустриализм. В определенной степени у нас сейчас переходный период, потому что возникли информационные технологии, и социальные отношения мучительно под них подстраиваются. Это выглядит и на всех уровнях, от семьи, с замечательной защитой прав меньшинства, попыткой защитить права большинства, пока неудачной, и до глобального уровня, потому что уже не государство творит историю, уже творит историю глобальный бизнес, а если быть более точным, менее 1 тысячи корпораций, в которых реально принимают решения около 5 тысяч человек. Второе говоря, это феодальная структура общества, это может быть новый феодализм, новое средневековье, которое к компьютерному будет очень недолго. Мы не знаем, туда быстро переходим. Не факт, что это переход окончательный, можно восстановить, можно восстановить технологический прогресс, можно восстановить гуманизацию. Но то, что сейчас, это падение в глобальный феодализм. Вот в те ранние средневековья, которые называются темными веками, мы туда движемся по всем направлениям, в образовании, в здравоохранении, везде. Это сопровождается поразительными высотами в области технологии, поразительными высотами в области комфорта, которые являются результатами развития технологических принципов, которые были открыты в ходе Холодной войны, новые технологические принципы не открываются. И может быть человечество разделится на несколько биологических видов, мы не знаем этого. Но та задача, которая стоит сейчас перед человечеством и перед Россией, потому что при всех наших пороках и ужасах только Россия может решать эти две задачи одновременно. Во-первых, сохранить гуманизм общества, сохранить представление о том, что человек, это есть некоторая ценность. Это не 80 килограммов биологического вещества, которое можно использовать так, так, такой большой кролик, только без шкурки. А это действительно какая-то сверхценность. И второе, это способность к развитию технологий. Потому что в современном мире гуманизм уходит быстро и навсегда и отовсюду. Гуманизм на Западе заменен страхом перед набором наказаний. И вдруг выясняется, что если кто-то этого набора наказаний не боится, типа мигрантов, то нет гуманизма, сразу исчезает. И второе, это способность развивать технологии. Потому что в сочетании с гуманизмом только у нас эта способность есть. А опять-таки на Западе это глобальные монополии, которые сдерживают технологический прогресс. И пытаются саму способность к пониманию технологического прогресса сделать достоянием избранных. Через селективное образование. А знание это такая штука, что если его пытаться закрыть, то оно неминуемо вырождается. Что в средневековых монастырях, что в современных глобальных корпорациях. Так что пока мы валимся в новое средневековье, в новый глобальный красивый феодализм. Но еще пока не окончательно. Недавно у нас был Сергей Переслегин. Он сказал, что темные века действительно наступили. Они уже наступили лет 20 или 30 назад. Но мы выйдем из них быстрее, чем это было в прошлый раз. То есть мы еще успеем дожить до конца, до нового ренессанса. Ну вы знаете, в России, конечно, надо жить долго. Я с этим согласен. Если получится. Но в России не нужно жить вечно. Да и насчет того, чтобы дожить до нового ренессанса. Но вы знаете, уровень потребления поздней Римской империи. Причем уровень потребления не патрициев, а средний уровень потребления. Был в Европе достигнут, это, конечно, к фурсу, но в веке, по-моему, в 13-м или в 14-м. А то и позже. То есть даже если мы это расстояние пробежим в 4 раза быстрее, чем в прошлый раз, то мы все равно не дотянем. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, компьютерное средневековье очень недолго будет компьютерным. Если система образования уже не способна готовить инженеров, стандартная западная система образования, то у меня вопрос, кто через 10 лет будет работать на канализационных станциях, и кто через 30 лет будет работать на атомных электростанциях. У нас может просто физически не оказаться перспективы. Так что задача сейчас заключается не в том, чтобы пережить эти темные века, и там лечь в анабиосы, проснуться. А задача сейчас в том, чтобы эти темные века не допустить, потому что, ну, все-таки человек это звучит гордо. И, как говаривал, мы очень любим по нашей культуре, по русской своих врагов. Мы очень любим тех, кто нас ненавидит. Мы такие неизлечимые патологические христиане. Главный антисоветчик и ненавистник русского народа до появления Бжезинского, господин Черчилль, сказал, что большинству войн удавалось избежать, просто отложив их. Обратите внимание, с точки зрения экономической теории, срыв мира в глобальную депрессию должен был произойти в 2001 году. Обычная стандартная макроэкономическая теория, что монополии загнивают, обособляются, спрос сжимается, и все умерло. А что у нас произошло в 2001 году? Башни Близнецы, вторжение в Афганистан, несчастный Саддам Хусейн, и дальше по длинному-длинному списку, но при помощи патологической лжи, предательств, насилия и жестокости, при помощи стирания с лица земли целых обществ, то, что происходит в Северной Африке, это не просто переформатирование социального строя, это стирание с лица земли обществ, как это было в Сомали, как это было в Эфиопии и так далее. Вот этой ценой относительно развитой части человечества удается удержаться от падения в глобальный кризис уже 13 лет. Уже 13 лет мы живем в ситуации, когда, строго говоря, мы уже должны были жить совсем по-другому или не жить вовсе. Может быть, мы еще выиграем еще несколько лет, а там сумеем найти какой-то выход. Потому что если Россия восстановит свою субъектность, если Россия начнет служить интересам России и русского народа, а не банды жуликов с офшорными счетами, которые сама себя называют офшорной аристократией, это же само название, это же они придумали, это их представители, то в этом случае мир может, собственно говоря, нашими руками выкрутиться. Какие-то политические изменения должны произойти, чтобы конец был не такой страшный? Политические изменения... Ну, это не конец, да, это какой-то этап эволюции. Появятся разумные насекомые, может быть, после того, как не будет инженеров для обслуживания атомных электростанций. Это мы не знаем пока. Но речь не о конце. Речь о том, что способом выживания человечества опять становится Россия. Потому что просто никто больше не может соединить технологию с гуманизмом. А задача двуединная. Не допустить средневековье, может быть, и мировое правительство может быть абсолютно жестокой железной пятой под Джеку Лондон. Вопрос в том, сможем ли мы здесь осуществить политические изменения. Естественно, нам глубоко безразлично прогрессивное человечество. Это его проблема. Они нас четверть века не жалели, и мы их совершенно жалеть не обязаны. Но мы должны решать свои задачи. Вдруг выясняется, что решая свои мелкие задачи, подчиняя примус на задах разрушенного дворца, мы одновременно с этим решаем задачу для всех остальных. При этом все остальные нам, естественно, благодарны не будут, будут нас страшно ненавидеть, обвинять во всех смертных грехах, но это их проблема. Что же должно произойти, чтобы мы встали на этот путь? Россию, я имею в виду, что нефть должна кончиться. Потому что пока она есть, никому ничего больше не нужно. Ну почему? Нефть есть, нефть стоит больше 100 долларов за баррель. Стоит пока как прибитая, хотя когда Иран выйдет на рынок нефти, уже в этом году она присядет. И мы видим, что у нас экономический рост не просто затухает, а это переходит в экономический спад на глазах. Потому что когда в прошлом году 13% было, ну вы знаете, это уже даже не смешно. Это уже нельзя сказать, это маленький рост или это уже спад. Это пугает. Когда в соседней стране происходит нацистский переворот, власти приходят на волне справедливого негодования всего общества, общества взглянувшись коррупцией, то пришел к реальной власти. Пришли бандеровцы, которые сказали, что русский язык это уголовное преступление. И вообще мы сейчас поедем освобождать оккупированные москалями, даже не юг Украины, с карательной экспедиции на Воронеж, Курск и Белгород. Слава богу, что у них оказалось такое невменяемое руководство, которое даже не сообразило их побыстрее куда-нибудь сплавить. И они успели сесть и задумываться, что по-моему нас кидают. Это нам повезло. И юг Украины тоже здорово повезло. А могли бы их сплавить в очередной крестовый поход быстро и эффективно. Но это пугает, потому что сегодня евромайдан в Киеве, а завтра исламистский майдан на Красной площади. У нас же западенцев нет. У нас в роли западенцев будут исламисты. И простите, пожалуйста, если посмотреть на хронику с политических манифестаций исламистов в Москве, которые происходят на религиозные праздники, у них есть мечети, просто они концентрируются в одной мечети. И сравнить это с количеством людей, которые административным ресурсом и за деньги удается согнать для поддержки власти, ну, вы знаете, даже принуждением удается обеспечить на порядок меньше сторонников этой власти в Москве, чем действительных сторонников исламизма прямо сейчас, уже сегодня. Так что их просто больше. Ну, это в Москве. Это пугает. А, вы знаете, а в регионах тоже. Когда у вас в каждом регионе сидят представители соответствующих северокавказских республик, которые по своему статусу как бы не выше местного начальника УВД. в Пермском крае жена представителя господина Кадырова переехала автомобилем начальника райотдела милиции, который к ней просто пришел проверить, что здесь происходит. Вот. И виноватым оказался начальник райотдела милиции несколько лет назад. А с того времени ситуация сильно ухудшилась. Так что вопрос-то открытый. Вопрос открытый. Напугали. Это пугает. Это пугает. И когда становится понятным, что может сложиться исламистский Майдан, а может сложиться Майдан разгневанного среднего класса, который теряет доходы с середины лета прошлого года. Да, устроили провокацию 6 мая, посадили, запугали. Но любой страх работает какое-то время. Потом уровень жизни падает так, что страх уже не остается. А уровень жизни падает. А абсолютно нецензурный рост потребления наших богатеев он шокирует. Когда я сказал, что Кудрин предложил заморозить доходы топ-менеджеров госкомпании на нынешнем уровне. Я не выдержал, сказал, что снисьте хотя бы эти доходы, установите предел для руководителя госкомпании хотя бы 100 тысяч долларов в месяц без бонусов. Введите стандарт. А это надо было видеть в глаза журналиста, который понял, хотя бы примерно, понял, что для руководителя госкомпании 100 тысяч долларов в месяц это снижение дохода. Может быть. Хотя, в общем-то, прецеденты, когда люди покупают из личных карманных доходов пакеты акций собственных компаний, в общем-то, они вообще известны. Так что есть чего бояться при высокой нефти. А вы говорили о том, что мы только можем развивать технологии и быть гуманными одновременно. Но что-то я не вижу. Нет, я говорю о способности, я говорю о потенциальной возможности, которую мы пока не реализуем. Была одна попытка на коммерческом уровне, когда в АФК-система они решили создать новые, найти новые технологии, которые есть в ВПК, в советском пока еще были, там подспудно продолжают развиться, они хотели их коммерциализировать, они хотели их продать. Не соображая, что эти технологии закрывающие. То есть, купив эту технологию, любая фирма будет вынуждена закрыть свои заводы, выбросить людей на улицу, создать политический конфликт. Поэтому эта тема у них сошла на нет. Но 38 технологий они нашли. А это вообще всегда так бывает, что технологический прогресс, замещение людей машинами и так далее, это ведет, все равно, рано или поздно, все равно приведет к каким-то социальным потрясениям. Всегда ведет к социальным изменениям, потому что технология меняет отношения в обществе. Самый древний памятник, дошедший до нас, египетской цивилизации, знаете, как звучало? Египетская письменность. Самый древний. Примерно так, это был у нас в учебнике история, самый древний. Что молодежь отбилась от рук, перестала соблюдать обычаи уважать старших, и от этого миру скоро, безусловно, придет конец. Так что это некоторый постоянный процесс, что новые технологии, даже, мы смотрим на этот древний Египет, ничего нового там не появилось за все время его существования, они-то это переживали мучительно. Новые технологии меняют социальные отношения, это неизбежно. При этом, если вы подались запиться неласковым вечером, как говорят американцы, то вам не повезло. Еще Карл Маркс писал про холмы Пенджаба, которые были покрыты костями индийских ткачей, умерших от того, что в другом конце мира изобрели паровую машину и присобачили к ткацкому станку. Он не очень сильно преувеличивал, поверьте, немножко преувеличивал, самого мало. На первом этапе всегда кто-то оказывается в проигрыше, кто-то погибает. Если вернуться к темным векам, в которые мы погрузились, это уже будет последний вопрос. Погружаемся. У нас есть канализация, у нас есть медицин, у нас есть паровое отопление централизованное. Смотрите, мы сидим, зима, мы сидим не в шубах, а в некоторых городах России сейчас сидят в шубах. К чему готовятся? Вот нам здесь, нам здесь, в России. Готовятся к большому кризису, потому что при таком руководстве, как у нас, может быть хорошо, может быть плохо, но комфортно не будет. Когда обществу приходится решать исторические задачи, оно решает их за свой счет. За счет тех, кто сейчас умирает в поселке городского типа, ничего уже не решишь, у них нечего отнять. Поэтому падать будет по-хорошему, по-плохому, в припадке энтузиазма или в судорогах отвращения, скорее всего, сначала отвращение, потом энтузиазм, что мы сейчас все исправим. Падать будет наш уровень потребления. Поэтому в ближайший год надо вылечиться, в ближайший год нужно обзавестись максимальным количеством друзей, какое только можно. Как говорит оборванная русская поговорка, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Дальше есть продолжение, потому что деньги-то отнимут, а друзья останутся. Ну и нужно понимать, с трепетом относиться к культуре наших кавказских братьев и обязательно вступать в общество охотников-рыболовов. И не просто покупать соответствующие спиннинги и предметы охоты и рыбной ловли, но и уметь ими пользоваться. Потому что количество героев гражданской войны, погибших от неосторожного обращения с именным оружием, превышает любые наши представления о сталинском тюроре. Это был Михаил Делягин, с которым мы говорили о том, что же будет потом, после капитализма. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на Новикс ТВ и смотрите наши видео на Ютьюбе. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова